АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы когда-нибудь задумывались? Какова цена кадра? Что стоит за той или иной фотографией? Какой труд вложен в неё? Я задумался. И не просто задумывался, я знаю этому цену, так как сам испытал всё это на себе. Съёмки дикой природы – это моя страсть и моё призвание. Я прошёл более тысячи километров по хребтам и тайге Приморского края в поисках интересных сюжетов. Природа у нас уникальная. Такого разнообразия животных, растительных форм, ландшафтов не встретить нигде больше в России. Но есть одна очень серьёзная проблема, с которой многие фотографы сталкиваются на каждом шагу. Это неуважение к их труду и незаконное использование фотографий в коммерческой и журналистской деятельностях. Особенно актуально эта проблема встала в последнее время с развитием интернета и других массовых коммуникационных технологий. С одной стороны, это дало нам, фотографам, больше возможностей для публикации и демонстрации своих снимков. А с другой, людям почему-то кажется, что всё то, что выкладывается в интернет, сразу становится всеобщим достоянием. Да, в большинстве случаев люди нарушают чужие авторские права неосознанно, по незнанию, не имея прямой цели нажиться на чём-то имени. Поэтому я не буду вам пересказывать содержание закона об авторском праве. Это долго, нудно. Давайте лучше мы поговорим о самых распространённых заблуждениях, которые многие принимают за истину. Первое заблуждение, наверное, моё самое любимое. Фотография взята из открытых источников. Вы даже не представляете, сколько раз я слышал эту фразу. Если бы мне платили по рублю за каждый раз, когда я её слышу, то я уже, наверное, разбогател бы. Но в законе нет такого понятия, в принципе, отсутствует такое понятие, как открытые источники. Поэтому эта фраза не имеет под собой никакой юридической силы. Второе заблуждение. Фотография взята с сайта, а он является местом, открытым для свободного доступа. Эту фразу очень любят использовать те, кто хоть раз заглядывал в закон об авторском праве. Но на самом деле в законе говорится о месте в реальном и осязаемом мире. И применимо это к тем, кто фотографирует в местах скопления людей, где много архитектурных зданий и различных вывесок. Данный случай свободного использования направлен на то, чтобы не создавалось препятствий для осуществления репортажной и любительских съемок в общественных местах. Даже Верховный суд Российской Федерации в 2015 году вынес определение для исключения подобного ошибочного толкования закона. Он постановил, что интернет не является местом, открытым для свободного доступа. Третье заблуждение, также довольно часто встречающееся. Фотография взята из поиска по картинкам, Яндекс или Гугл. На ней нет подписи, чья она. Все поисковики, по своей сути, являются некими каталогизаторами. То есть они всего лишь собирают и структурируют информацию о всех картинках, находящихся в интернете. И у любой фотографии, найденной таким способом, всегда есть ссылка на первоисточник, где написано авторство. Но даже если оно не указано, вы все равно не имеете права использовать эти фотографии, так как по закону автор в праве публиковаться анонимно. Третье заблуждение. На фотографии не стоит копирайт и нет информации о том, что ее нельзя использовать. Согласно закону об авторском праве, автор в праве по своему усмотрению, по своему желанию выбирать, ставить ему знак охраны авторского права на фотографию или не ставить. Что касаемо прав, то тут все просто. Любая фотография априори обладает определенными правами. Они принадлежат либо автору, либо тем, кто их купил. Ну и наконец, чтобы все встало на свои места, я предлагаю взглянуть на экран и посмотреть на таблицу, где простым языком написано, когда можно использовать фотографии в интернете, а когда нет из интернета. Я условно поделил на три типа использования. Первый – коммерческое использование. Допускается брать фотографии из интернета только в случае договоренности с автором либо заключения с ним лицензионного договора о передаче прав. Во всех остальных случаях использовать фотографии из интернета в коммерческих целях запрещено. И неважно, подписана фотография или нет. Второй тип использования – это для различных статей в интернете, для газет и новостей. Здесь работает тот же самый принцип, что и в первом случае. Но добавляется, что если автор на своей страничке указал, что вы имеете право использовать его фотографию, но с обязательным указанием авторства и ссылки на первоисточник. К этим двум типам использования можно привести аналогию или, если хотите, параллель с нашим реальным и осязаемым миром. Возьмем какую-нибудь вещь. Например, этот телефон. Я, конечно, понимаю, что это не iPhone 7 или не Samsung Galaxy H. Но представим, что я кладу этот телефон на сцену и ухожу. А теперь вопрос. Имеете ли вы право взять его себе и использовать так, как вам будет удобно? Ведь на нем не написано, чей он. Он находится в открытом доступе. Но я очень надеюсь, что все присутствующие в зале ответили на мой вопрос отрицательно. А если кто-то сказал да, я думаю, им заинтересуются компетентные органы. Ну и, наконец, третий тип использования для личных целей. Допускается брать фотографии из интернета без указания авторства и даже без разрешения автора. Но тут нужно четко понимать, что такое личные цели. Допустим, вам понравилась фотография в интернете. Вы имеете полное право распечатать ее и повесить у себя дома на стене. Либо сделать фотообои на всю стену. Или собрать лучшие фотографии, подборку у себя на компьютере и использовать на заставке рабочего стола. Но все это нельзя делать у себя в офисе или в других помещениях, где есть доступ к большому количеству людей. Думаю, с этим мы разобрались. Но помимо интеллектуального труда, тяжело подающегося оценки, я хотел бы застрить ваше внимание, наверное, все-таки в первую очередь на физическом труде фотографа. Эта фотография сделана на одном из гребней хребта Облачной. Шел четвертый день моего 100-километрового перехода между двух самых высоких вершин в Приморском крае, горы Снежной и Облачной. Когда до вершины оставалось не более часа, внезапно набежавшее облако тумана накрыло меня с головой. Пошел сильный дождь. Одежда моментально намокла, а видимость упала до нуля. В таких условиях продолжать подъем было опасно, и я принял решение попытаться найти на этом узком участке место под палатку. Мне повезло. Я нашел более-менее ровную поверхность около скалы, куда я втиснул свою палатку. Условия были такие, что не было возможности даже натянуть тент, потому что просто элементарно не хватало места. А утром я проснулся от сильного шума и холода. Как оказалось, за ночь температура упала до отрицательных значений. Все замерзло. И поднялся штормовой ветер. Он был такой силой, что с легкостью сбивал меня с ног вместе с рюкзаком и скидывал с гребня на камни. Передвигаться можно было только на корточках, изо всех сил упираясь трекинговыми палками в обледеневший стланник. В итоге подъем, который при обычных условиях занимал не более часа, превратился в двухчасовую борьбу с ветром и холодом. А вот еще один пример условий, в которые довольно часто попадают фотографы дикой природы. Эта фотография менее экстремальная. Это Дед Мороз, я, при температуре ниже минус 25 градусов Цельсия и сильном ветре. В таких условиях я провел более двух суток на вершине горы Туманной в середине января. Самым неприятным и неудобным было то, что постоянно пальцами рук приходилось рассыплять веки, потому что ресницы смерзались и не было возможности открыть глаза. И таких примеров, на самом деле, я могу вам привести очень много. Да, не каждый поход настолько экстремальный. Не все походы настолько экстремальны, но в каждый из них вложен труд фотографа. Как физически, так и интеллектуальны. А теперь представьте, прочувствуйте мои эмоции, мои чувства, когда я встречаю свои фотографии, незаконно используемые на туристических сайтах, рекламирующих экскурсии по Приморскому краю или в новостных сюжетах, рассказывающих о туристическом потенциале края. Именно поэтому я стал бороться за свои авторские права и агитировать других фотографов. Не ради денег, нет. Моя цель – призвать людей научиться уважать труд фотографа и ценить его право на имя. Я очень надеюсь, что мой призыв будет услышан. А вы станете теми, кто поможет мне в этом. Ведь, как гласит старая китайская пословица, путь в тысячу ли начинается с первого шага. И мы его сделали. Хотя бы разобравшись сегодня, что такое хорошо, а что такое плохо. А теперь я предлагаю вам немного расслабиться и на вполне законных основаниях полюбоваться красотами Приморского края на моих снимках. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ